доброе утро дорогие друзья доброе утро пользователи канала сегодня вторник 18 апреля 23 года я вас приветствую из страсбурга и продолжаем говорить о политике и так как вы видите я нахожусь на площади рядом с собором нотр-дам к сожалению собора открыть слишком рано а сейчас всего 8 утра пока что даже нет туристов начинаются приготовления к рабочему дню но в большинстве ресторанов и террас стулья стоят как вот здесь связано сейчас покажу вам то есть рабочий день только начинается ну как я и обещала я хотела бы рассказать вам о том что происходит во франции с движением против пенсионной реформы о том как борются французы потому что вчера в 8 вечера президент макрон произнес речь и я обещала вам рассказать что же что же он сказал и к чему это привело но я сразу скажу что софи бине которая является генсеком французских профсоюзов сказала французы не расслабляйтесь мы не попадемся на эту удочку мы будем продолжать бороться что он хочет макрон хочет что французы дали ему 100 дней 100 дней на улучшение ситуации в трех направлениях он назвал их три стройки первое это условия труда труд второе это иммигранты мигрант и третье образование вот эти три стройки он заявил как первоочередные и он просит 100 дней в течение ста дней он улучшится ситуацию и все заживут просто замечательно но конечно мало кто ему верится то есть никакого разочарования в его речи не было потому что в первую очередь не было очарование то есть в нем все давно разуверились и конечно борьба сейчас будет продолжаться потому что бине сказала что нужно готовиться к большим акциям на 1 мая то есть это будет мощное общенациональное выступление профсоюзов и всех кто хочет присоединиться и соответственно до этого пока что будут отдельные небольшие акции чтобы не забыть как это бывает то есть самое главное сейчас не прекращать бороться не прогласить эту блесну потому что естественно он хочет что все все успокоились на три месяца что такое 100 дней 100 дней это красивая символическая цифра связанная с историей наполеона но на самом деле он просто хочет сбить накал этой борьбы ну собрать людей потом через 100 дней будет достаточно сложно то есть самое главное как сказала сейчас софи бинео генсек профсоюзов не расслабляться не расслабляться и продолжать бороться то есть я думаю что французы будут бороться потому что конечно настрою всех совершенно одинаковый макрону не верит никто и его по сути защищает только полиция но полиция стала совершенно тиранической такой знаете как у диктатор в банановых республиках то есть на это даже больно смотреть и уже аяталы в тегеране опубликовали пресс-релиза это было достаточно забавно это был настоящий полноценный троллинг они написали о том что они шокированы потрясены и призывают уважать права мирных протестующих не потому что их действительно избивают совершенно совершенно чудовищно дубинами и не только поэтому кроме полиции макрону опереться не на кого то есть он опирается на министр внутренних дел которого также как и макрона не любит скажу так для этой платформы я не буду использовать резких слов не любит и даша презирает вся страна за те методы которые которыми они пользуются в принципе что касается эмиграции то вы знаете что лучше всего сейчас будет зон итак что касается эмиграции то а а а а а а а а что касается эмиграции дорогие друзья то здесь ситуация достаточно безнадежная потому что никаких механизмов для того что выдворять мигрантов нет лучше всего на мой взгляд в отношении ситуации высказался жан мессиа известный французский полемист директор института апполлона видите как во франции все образно красиво у них а сравнивают президента с юпитером и вообще они любят очень такие красивые литературные выражения это в россии технократические президента во франции они сравнивают макрона с громовержецем но это было сам начало это теперь воспринимается исключительно иронически макрон как громовержец юпитер и так то что касается эмиграции то французам рассказывали о том что приезжают молодые мигранты для того чтобы работать как вы знаете ангела меркель тоже продвигала эту точку зрения обогащение и французам рассказывали что мигранты необходимы для того чтобы можно было позволить выходить им на пенсию то есть что мигранты молодые мигранты будут обеспечивать их пенсию как-то так но оказалось что все наоборот с точностью так сказать сто процентов потому что теперь нужно обеспечивать мигрантов естественно они не работают как вы знаете процесс интеграции длится 7 лет его нужно оплачивать то есть просто пустить людей и рассчитывать на то что рынок все отрегулирует как нам рассказывают либералы это полный нонсенс и то что касается мигрантов то самая большая проблема в том что конечно нет никаких механизмов для того чтобы их выдворять то есть это все достаточно безнадежно но не только поскольку это как я вам рассказывал пока мои подписчики знают это законодательство после второй мировой войны о беженцах когда был колониальный мир когда это законодательство о беженцах женевской конвенции 51 года предпринимались для того чтобы решить проблемы после военной европы никто не предполагал что 70 лет спустя эти конвенции совершенно в новом мире где в африке то есть фактически вся африка освободилась в африке 52 или 54 государства зависит от того как вы считаете но африканский континент свободен и конечно никто не предполагал что это законодательство эти женевские конвенции будут использоваться для того чтобы импортировать в таких количествах вот эти потоки мигрантов но как вы знаете и силы которым очень на руку то что происходит то есть они продолжают пользоваться этим морально устаревшим легальным кадром и во франции действительно нет никаких механизмов для того чтобы мигрантов выдворять это печально но это так потому что вы все знаете историю сожжение нанского собора то есть этот тип из руанда сначала сжег собор а потом он убил священника который его приютил я не знаю где он наверное где-то в тюрьме или опять в больнице потому что он психически нездоров и у него хрупкое состояние здоровья что касается системы образования то там все совершенно совершенно безнадежно можно сказать с первых ступеней образования и до высшей школы что касается первых ступеней вы знаете что учителю отрезали голову радикал отрезал голову учителю то есть республиканская школа в полном полнейшем кризисе и на это все на то чтобы это все не реформировать улучшить улучшить состояние макрон потребовал 100 дней я уверена что французы не попадутся в эту ловушку они ему 100 дней не предоставят борьба будет продолжаться это то что я вам хотела кратко сказать по пути в европарламент я продолжу беседы на другие темы сегодня у нас очень напряженный день надеюсь что вам было это не без интересности да пожалуйста не забывайте ставить лайки это интерактивный формат не забывайте писать откуда вы если вы пишите комментарии спасибо всем за участие в наших дискуссиях и конечно отдельное грандиозное спасибо всем тем кто поддерживает мой канал донатами на развитие спасибо вам большое за ваш элегантный жест и я жду ваших реакций аплодисменты Продолжение следует...